Твой выход, пастор, да что вы всё время говорите о защищённости рождённого свыше? Вот же, смотрите! И идут потоки, рождающие сомнения, переживания, неуверенность, потерянность. Почему и откуда эти потоки? С края земли, из уныния в сложившихся обстоятельствах, из потери связи с благодатью. Псалом 62-й, 3-й стихи. Услышь, Боже, вопль мой, внемли молитве моей, от конца земли взываю к Тебе в уныние сердца моего. Врагу и внешнему, и внутреннему из испорченного мышления так и хочется бросить Господу упрёк. Но радости решения рядом. Я сам не могу вынести все эти скорби, беды, объективные, субъективные. Мне нужно, чтобы кто-то с большой любовью, выдержкой сказал мне, «Ты прав в своём отчаянии». Такое происходит в жизни любого человека. Это поиски ответа среди естественного мира. Но посмотри, что говорит в этом же псалме Давид. «Возведи меня на скалу для меня недосягаемую». Смотреть на естественный мир – значит укреплять себя именно в нём. Но довериться Христу, запев песню Евангелия, и через миг ты будешь в Его Царстве и согласишься с апостолом Петром. Как же здесь хорошо! Всегда бы так! И Отец тебе скажет, «А ты слушай моего Сына, доверяй Ему. Он единственный, кто сможет утешить тебя, успокоить и дать надежду, потому что Он тебя спас, и Он переводит тебя в своё царство из естественного мира. Я им полностью доволен. Он твой выход». Евангелие от Матфея, 17 глава, 4-5 стихи.